Всем привет! Сегодня будет видео о моих пустых баночках. Как всегда у меня целый пакетик, буду в разброс показывать. Давайте же приступать. И давайте, что мне первое попадается, это спрей для волос от компании Glisskur. Оно идет для сухих и ослабленных волос, по-моему, с маслами, да. Вот, так оно выглядело в такой желтой упаковке. Я именно почему-то, наиболее из Glisskur, люблю это желтенькое. Оно действительно хорошо распутывает, он такой как бы кондиционер для волос, хорошо расчесывается после него волосы. Я в восторге от этих спрейчиков, обязательно возьму себе еще. Обожаю эти спрейчики. Следующее, что мне попадается, это гель для умывания, свежесть и сияние, голубой лотос, ягоды асаи и масло макадамии от компании Faberic, серия Этноботаник 20+. Сразу же минус, это крышечка, которую нужно откручивать. Мне неудобно, когда в этом ванной, откручивать, закручивать. Пахнуло достаточно приятно это средство. Как бы очень жидкое средство, и это для утреннего умывания. Макияж с этим средством, ну, я бы не рекомендовала смывать. Ну, если только вот у меня набор для очистки лица, с ним можно. Ну, так, оно очень бюджетное, за свою цену оно достаточно неплохое. Но чтобы я сказала, что он прям, вау, какой эффект дает, буду всегда брать, нет, такого не было. Следующий вот достаточно хороший тоник от Nivea, освежающий для нормальной кожи, 200 мл. Тоник мне достаточно понравился, достаточно неплохой. Но, опять-таки, ничего сверхъестественного. Обычный тоник. Так, следующее, что я помню, это гель для душа Johnson's Baby. Нет, Johnson's, просто body care. Вот такой вот с papaya. Очень приятный пах, неплохой был гель для душа. Попользовалась, но ничего, опять-таки, это я буду повторяться, но, как бы, для разнообразия. И вот такой вот имеет место быть. Мне достаточно он нравился. Но, как бы, опять-таки, ничего такого вау, вау, вау. Вот моя любимка, мой фаворит, и это действительно вау. Это кокосовое масло для лица. У меня вот парашют. Вот так оно выглядит. У меня всего-навсего здесь было 100 мл. Но я закажу себе обязательно большую баночку, потому что оно делает чудеса с волосами. Вот действительно, у меня и когда я вселенная, я наношу его на 2, 3, 4 часа. После того, как смываю, оно, волосы шелковистые, очень напитанные, увлажненные, очень красивые. Но наношу его достаточно редко, потому что оно очень-очень, как бы, для накрашенных волосах, оно забирает цвет краски с волос. Поэтому уже, когда я знаю, там, где-то через неделю-две я буду краситься, тогда уже начинаю наносить это кокосовое масло. Поэтому 2-3 раза нанести, и волосы действительно очень сильно стоят такими живыми, напитанными, увлажненными. Очень хорошее средство. Тоже мой фаворит с фаворита. Если где-то увидите, обязательно возьмите. Это Хади. Крем для лица. Вот такой вот. И, действительно, запах у него специфический. Это индийская косметика. Но я вам уже показывала его не раз. Он такой очень маслянистый. И он помог мне. У меня на начало осени были шелушения. Я его использовала не на каждый день, потому что он мега жирный. Но вот именно на шелушение его раз, там, один раз нанесли. На ночь и шелушение все ушли. И дали пользоваться своим обычным уходом. В этом плане он был очень-очень-очень классный супер-крем. Далее у меня гель для душа, опять-таки, от компании Faberlic. И с формированным эффектом. Здесь всего 150 мл. А оформление, конечно, безумно красивое. Но, видимо, мне не подходит этот аромат. Очень-очень свежий, морской, но как бы не мой просто. Хотя я люблю такие ароматы. Но как гель для душа был весьма-весьма неплохой. И на подарочке обязательно будут такие брать. Следующее просто разочарование. Это черный жемчуг. Мягкий биолосен для снятия макияжа свек. Он не снимал никакой макияж. Он идет специально для снятия макияжа свек. Но он очень сильно их при этом раздражал. Никому не рекомендую это средство. Но просто действительно ужасные. Мне ни капельки не понравилось. Макияж практически не снимала. А веки раздражало просто ужасно. Следующее, что я вам покажу. Это три кремика, которые просто не подошли мне. Это из серии Airstream. Роскошное восстановление, по-моему, серия называется. Да, это для сухой кожи. И у меня эти три кремика вызвали очень сильную аллергическую реакцию. Я так понимаю, это замена моей любимой серии Faberlic. Когда-то была кислородная. Но, увы, к сожалению, она мне абсолютно не подошла. Я эти кремики измазала для рук. Для рук они были действительно неплохие. Но на лице они мне делали действительно очень-очень сильную аллергию. Поэтому будьте осторожны с этими кремиками. Потому что у меня еще ни на что не было такой аллергии. Следующий, это мой фаворит, также от компании Avon. Из серии Clear Skin. Маска для глубокого очищения черных точек. Вот такая вот голубенькая. Вы наносите ее, она такая светло-голубенькая. На лице она встает белой, тогда вы ее смываете. Действительно, очень помогает от черных точек. Но на зиму она не подходит, потому что очень ценно будет присушивать вам кожу лица. Следующая тоже моя бомба, моя находка, которую я буду теперь покупать, покупать и покупать. Это крем для рук от компании Faberlic. Комплексный уход для ежедневного применения с алантаином. Вот так он выглядит. Просто супер крем. Хорошо увлажняет, питает. Хорошо пахнет, хорошо впитывается. Ну идеальный крем для рук. Действительно, он мне безумно понравился. Буду брать его еще, еще, еще. Ну, как бы, это не новинка, тоже долго не останавливаться не буду. Постоянно пользуюсь. На этот раз закончились два. Мой модельный виноград, Lucky Day, бальзамчики для губ. Если у вас есть, обязательно хотя бы один попробуйте. Очень компактно, удобно брать с собой. Хорошо увлажняет. Мега бюджетно стоит. Что еще нужно для бальзамчика для губ. И остались последние четыре средства. Первый это от Flormar. Карандашик для бровей. Вот, я его практически вновь использовала. У меня был номер, по-моему, это был, да, 402 номер. С очень такой удобной щеточкой. Но он был немножко такой коричневый. Очень так легко наносился на брови. Вот такой у него цвет был. Такой коричневый. Ну, здесь видно, как бы, немножко режимку. Но у меня рыжие волосы мне подходило. Очень мне нравился. С этой щеточкой идеально можно было оформить брови. Два последние средства, мои фавориты. Это сыворотка для лица от компании Faberlic ProLixir. Это идеальная сыворотка. Я показываю в фаворитах зимы. И в пустых баночках показываю. Она делает чудеса с лицом. Она его питает, увлажняет, выравнивает цвет лица. Очень хорошо за лицом ухаживает. Просто супер. Один большой-пребольшой минус. Вот у меня из этих Эйванских накрошилось на них всяких штучек. Ну, Эйванские эти. Я вам показывала в пустых баночках. Они у меня вместе стояли. Очень плохие умывашки для лица. Немножко загрязнилось. Ну, сама по себе выглядит красиво. Действует шикарно. Но, увы, во-первых, эта пипетка сама по себе восстает. Вы ее закрутили. Может раскрутиться. А во-вторых, когда заканчивается только ватной палочкой для очистки ушей, вы сможете достать до конца это средство. Ну, а более еще чем-то, чтобы до конца его взять. Потому что остается достаточно много, а использовать его не имеет и возможности. И еще одно, как бы, крем для век. Лифтинг и питание. От 100 рецептов красоты. Из облепихой, маточным молочком и золотой У с витамин А и Е. Супер. Классный. Бюджетный. Крем для век. Вот такой маленький тюбичек. Носик, точнее, такой удобный. Тюбичек большой. 20 мл. Действует на веки. Супер их питает. Супер хорошее средство. Я думаю, я возьму всю серию эту с облепихой. Потому что крем для век мне безумно понравился. Просто супер. Вот и все. Это были все мои пустые баночки. Всем спасибо за внимание. Всем пока.